С коронавирусом справились еще 67 ставропольцев. Общее число выздоровевших достигло 178 тысяч. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. За минувшие сутки плюс 185 заболевших. 5 человек скончались. Защититься от вируса по-прежнему помогает вакцинация. В Крае есть все необходимое для бесперебойной работы пищевой промышленности на ближайшие 3-4 месяца вперед. Об этом глава профильного регионального комитета Денис Полюбин доложил губернатору Владимиру Владимирову во время рабочей встречи. У промышленников есть сырье и расходники. И в ближайшие недели предстоит перестроить логические цепочки, найти новых поставщиков и рынки сбыта. Складские запасы продовольственных и непродовольственных товаров тоже должны обеспечить покупательский спрос Края. Запасы достигают порядка 100 дней. Это зубная паста, это бумага туалетная, это щетки. Все, что необходимо для, скажем так, повседневного использования товара первой необходимости. По продовольственной группе товаров запасы достигают 60 дней. Это и макаронные изделия, это крупы, гречка, мука. Нам не допустить роста цен спекулятивного. Рост будет. Мы все понимаем, что нам никуда не деться. При таких незаконных санкциях у нас все равно придется рост отводить. Но мы должны удержать его. Обязаны удержать путем постоянного контроля. Сейчас у нас большие проверки ведут опять-таки поставщиков сахара. В Курсавке стартовал капремонт районной поликлиники. Там обновят коммуникации, заменят окна и двери, проведут отделку внутренних помещений. Также закупят мебель и оборудование, в том числе современный маммограф, сообщили в региональном Минздраве. Реконструкцию проведут в рамках краевой программы модернизации первичного звена здравоохранения. Работы планируют завершить в начале следующего года. В Татарке в этом году отремонтируют трехкилометровый участок дороги на улице Ленина. Полотно износилось. Передвигаться по нему небезопасно. В планах у специалистов обновить асфальтобетонное покрытие и укрепить обочины, сообщили в региональном Миндоре. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В Невиномыске отремонтируют вторую школу. В порядок приведут фундамент здания. Также обновят кровлю, фасад, полы и инженерные коммуникации. Закупят оборудование и мебель, сообщили в администрации промышленной столицы региона. Завершить работы планируют в следующем году. Реконструкция пройдет в рамках проекта «Модернизация школьных систем образования по капитальному ремонту и оснащение зданий образовательных организаций Ставрополья». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова